Снова в Альма-Матер. День знаний отметили сегодня и студенты Северного Арктического университета. В САФУ торжественно открыли памятник строителям Севера и заложили звезду первокурсников этого года. Ну а кульминацией стал концерт российской популярной группы. Пообщался со студентами и руководством университета Владимир Рычагов. Ему слово. Северный Арктический празднует День знаний уже пятый раз. И сегодня торжества начались с открытия памятника строителям Севера. Ранее монумент располагался на улице Гагарина, откуда был демонтирован несколько лет назад. Сегодня он предстал на новом месте и в новом отреставрированном виде. Прототипом к скульптуре послужил ветеран Великой Отечественной войны каменщик 1-го строительного отряда Егор Михайлович Баньковский. Друзья, памятник открыт! На этом череда открытий памятных мест не закончилась. Сегодня была заложена и звезда первокурсника 2014. Традиция не новая, подобные звезды здесь открывают уже пятый год подряд. По замыслу авторов, это светило будет путеводным для студентов этого года. И, возможно, собираться здесь они будут и через 10, и через 30 лет. Правда, горит оно не в небе, а в тротуарной плитке. Всего в Северной Арктической в этом году поступили 4000 студентов. И это только очники. Заочное отделение продолжает приемную кампанию вплоть до конца сентября. Не отстает вуз и от нынешних государственных потребностей. У нас специальности каждый год появляются. Главным образом они связаны и образовательные программы новые с подготовкой специалистов для северных и арктических проектов. Такие программы и специальности есть и в институте строительства и архитектуры, нефти и газа, морской и арктической техники, энергетики и транспорта, социально-гуманитарных и политических наук. Потому что каждый институт работает как раз над тем, чтобы именно мы стали центром подготовки кадров для российской Арктики. Завершающим аккордом праздничных торжеств для первокурсников стало выступление группы «Пицца». Широкая известность этого коллектива, конечно, вызывает сомнения, но некоторой популярностью у молодежи она все-таки пользуется. ПЕСНЯ Члены группы не укладываются в привычные стилевые рамки. В творчестве переплетаются поп-соул, регги, фанки, даже рэп. Хедлайнер группы Сергей Приказчиков более лаконичен в трактовках, называя стиль «Урбан-соул». Сам он и является автором, композитором и аранжировщиком всех композиций «Пиццы». Студентам зажигательная музыка пришлась по вкусу. Очень известная группа, и я считаю, это большой подарок для студентов, когда такие известные группы приезжают и радуют нас, наш слух и поднимают наше настроение. Слышал, да, про группу «Пицца», слышал весь ее репертуар, поэтому, ну, в принципе, мне творчество очень нравится, но из всех песен нравятся только две или три, которые были дебютные. «Пицца» раскачала студентов, несмотря на непродолжительное выступление. Концерт длился всего лишь один час. Владимир Рычагов, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск.